Он не должен был стать правителем, поскольку у него был старший брат. Он вел переписку с Папой Римским, но православная церковь провозгласила его хранителем своей веры. Он вошел в историю как защитник земли русской. 800 лет исполняется сегодня и со дня рождения Александра Невского, который сумел уберечь Русь от угрозы из востока, из запада. Вот здесь стоял дворец, где и родился Александр Невский. В Спасопреображенском соборе его крестили, говорит женщина. Фигуры, равные князю Александру по прозвищу Невский, в отечественной истории не существует. В переломном 13-й столетии он сумел сохранить язык, веру и политические границы русской цивилизации. Ордынская ига, западный натиск, тефтонские и ливонские рыцари нападают на наши земли. Нас бы просто-напросто могли переформатировать, уверен Михаил Мехков, научный директор российского военно-исторического общества. Правнук Мономаха, за победу нашведскими захватчиками, прозванный Невским. В районе Чудского озера князь остановил натиск коллективного запада. Эта битва положила конец крестоносной агрессии на Русь. В результате этого противник попросил русских мира, заявил Владимир Потресов, писатель. На самом деле сражение было на теплом озере. Чудское, чуть дальше. В XIII веке границы озера были другими. На этом месте был Узмень, самое узкое место между западным и восточным берегом, всего 7 километров. Вот тут Александр встретил рыцарей. Битву потом воссоздаст на экране Великий Эйзенштейн. В 1941 году картина шла во всех кинотеатрах страны. В годы войны Невский – символ борьбы с западной экспансией. Орден, где князь в образе актера Черкасова, воссоздаст лично Сталин. А вот такая награда была до революции. На века определивший путь развития страны, князь Александр стал ее национальным героем. В 2008 году зрители выбрали его победителем телевизионного конкурса нашего канала «Имя России», как личность, воплотившую тысячелетний дух державы. Правы те, кто говорят, что одна личность не может олицетворять всей России. Но посмотрите, что получается, Петр Столыпин награжден орденом Александра Невского, а если добавить сюда Достоевского, Менделеева. Это же все круг единомышленников Александра, подчеркнул Кирилл, патриарх всей Руси. За спасение и православие церковь причислила князя к лику святых, а Петр I собственноручно перенес мощь защитника страны в основанную имени Александра Невскую лавру и повелел изображать князя не в монашеских одеяниях, а в доспехах. На этой редкой иконе в Троицком соборе псково князь еще монах. А на этой фреске в Переславле-Залежском – уже воин. Прямо над нашими головами одно из первых изображений Александра Невского в княжеских одеяниях, говорит Татьяна Рокчева, экскурсовод Переславле-Залежского музея-заповедника. В честь князя названы храмы, воинские соединения и подводные лодки. В память о правителе, завещавшем стране крепить оборону на западе, а друзей искать на востоке. И оставившим, пожалуй, главную фразу всей нашей истории не в силе Бог, а в правде.